Двигаем в сторону Урманска. Я уже вся в строе. Время у меня пол седьмого утра. Переводим на стульчик. Идем отдыхать. В общем, заправился я. Это вот перед Ладеном полем заправ. Дальше 62, наверное, будет. В прошлый раз так обломался. Рублей 500 лишний перезаправил. Сейчас решил не повторять. Ошибки. И сейчас заправиться. Ой, короче, что-то тяжело так едется. Ёлки-палки. На посту ребят нету. Мне повезли. Мурманск, 1184 километрика. Хер от Олентин. Так что еще поехали. Далее. Кстати, кто не видел, вот здесь такой мост переездной. Через реку Свирь. Реку Свирь. Ох. Стыки, правда, тут конченые. А так интересный такой. Рядом железнодорожный. Подымается, короче. Это речка Свирь. Там ладыное поле. Небольшой поселок. Вот такой. И не маленький, и небольшой. Так, встречает Республика Карелия. Всем Карелам привет. Ленобус покинул. Перешли, так сказать, новый этап. Вот на улице где-то минус 4. Осадков не наблюдается. Так что нормалек. Летим. Время 11 утра. Так что планирую к часам полуночи поближе к Бурманской области дойти. И дальше пойду уже утром. Далее чуть-чуть посплю. Так что, а так пока работает сейчас. Приехал в кафешечку. Заодно купил мне замерзайку и немецкую штуку эту шприцовать. Российские они летят. Так что сейчас глушу. И обедали. И выезжаем. Конечно, ценники тут, бля. От души. Ну ладно, что делать. Кушать хочется. Вот. Все время у меня пол третьего. Тут темнеет вообще рано. В Мурманске я посмотрел, блин. Я уже так ездил. Только на полтора часа светло. Короче, все время по темноте. Это, конечно, плохо. Тяжело по темноте ехать. Вот. Ну ладно. Что, сколько пройду, столько пройду. Буду подстраиваться под свой организм. Тяжело по темноте. Потому что, да, по температурным режимам, конечно, тяжело ехать. Ну, все время отвлекаешься на это. Ложишься спать, переживаешь там. Вскакиваешь. Ну, это у меня, по крайней мере, так. Ответственность. Потому что, ну, аж кому-то срать. Спят и спят. Вот у меня вот завод. Так что, так себе доехать до Мурманска бы. И там уже буду отдыхать полноценно. Ну, как не полноценно. Тоже, как бы, смотреть все это дело. Но уже все равно. Сидишь, как бы, только машину прогреваешь и все такое. До Мурманска нам доехать в лучшем случае завтра к 11. То есть я где-то планирую прибытие. То есть все в штатном режиме. Как я запланировал. Ну, а там будем поглядеть. То есть Кантапоге, привет. С Петрика, Заводска, привет. Ну, а я ухожу в этот, в портал это, который ведет мурманцев через мост. Я уже как-то рассказывал, почему у меня так ассоциируется. Это когда на Апатиты ехал. Вот. Повторяться не буду. Так что, чё. Продолжаем путь. Единственное, да, плохо, что темнеет. Блин. Все пейзажи будут не видны. Ну, благо, тут дорога ровная. По крайней мере, 90 процентов. 95. Можно спокойно ехать. Лишь бы олень или лось прибыл в переносном смысле не выскочил. А так, котины-котинки. Красота какая. Как в сказке Морозко. Все, ничего, да, едешь, пустота. Передачу как воткнул, так и фигачишь от самого Петрозаводска. Ну, не дай бог чё, если, не дай бог чё, а почина маленькая. Ну, вот есть такие моменты расширительные, но их мало. Связь не ловит. Так что, аккуратно, аккуратно. Ха. Пармосики играют. Или еду делят. Так что, да. Дорога красивая, но опасная. Какая красота, крамежная! Тут пошел спуск в сторону Медвежегорска, ща будет. Она вообще такая.. Е sek бол где-то будет наверху. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Если вынешь на улицу. Так что что? Темнота меня достигла. Время 4. Встановился поворот на Сегежу. Осмотр машины. Выбыл жопы. Такая площадочка. Вроде все нормально, надо почистить зеркал ну что, я в пушном сейчас надо долиться у меня 65% силушки дизельной сейчас уже еще литров 80% долюсь и попрем дальше литра 80 не улетит 61-65 это у нас пушное а в Мурманске еще дорога так что залетело мне 76 литров ну и нормой теперь можно ехать спокойно в Мурманск, мне этого хватит до Мурманска и до сюда обратно потому что я так полагаю в Мурманске еще дороже топливо будет там 65 поэтому надо здесь целыми баками запасаться и нормалды кстати у меня здесь 800-й километр там плюс-минус и получается сейчас 100 километров до поворота на Кем будет в принципе связь будет все будет ну как все связь только вот поселков не знаю вроде почти не будет только отворотки а далее после Кеми вот как раз будет отворотка на Колевалу куда я ездил можете посмотреть и до 1020-го километра связи вообще не будет ну там перед 20-м километром появится за несколько и нифига вокруг только это олени, лоси, волки медведи так же такие дела кто соберется в Мурманск иметь ввиду что тут есть места без связи и бывает машины редко ездят по ночам так дошел до поворота на Кем у меня одна из первых серий где на Кем ездил в том году в январе ну считаю в новогодние праздники 2-го числа была разгрузка так что кто не видел поглядите прикреплю в конце видео и сейчас будет отворотка налево на Колевалу тоже кому интересно состояние дороги тоже видосик есть как говорится если вас не укачивало вы не ездили на Колевалы так что погнали у меня уже уже 30 число до 25 утра я вот тут устанавливался вот вот эти нас поспал сейчас себе делаю чай и выезжаю осталось не до Мурманска 330 километров до точки планы доехать заехать и отдыхать потому что одно дело на трассе постоянно другое дело уже там на территории все-таки это уже как конечное только за температурой следите и все так что включай и выдвигаются кстати кстати кто поедет в сторону Мурманска вдруг задумает зимой если вам Мочегорске в Мочегорском районе погода рассказывает что там минус 10 будьте господа уверены там будет минус 20 местами такая низинка хитрая но если не минус 20 то минус 18 100% проверено уже не раз вот так что такие дела уважаемые дамы и господа хотел бы вам представить поселок Зеленоборский позади меня осталась Княжегубская ГЭС Тоже вот это кстати новая дорога часть раньше через деревню надо было ехать вот ну это нытиков которые говорят дороги не делают нигде вот и все плохо Роснефть заправка крайне ближайшие 200 километров или сколько нет 100 километров вот при въезде в поселок Зеленоборский вас может ожидать при остановке в кафешке которую мы только что прошли и на протяжении всем пути до Мурманска встреча ну так скажем с сервисменами с сервисборами в простонародье бандиты ну они уже не сказать что бандиты ну короче ну вымогатели одним словом вот но все же дают визиточку насколько я слышал и запчастями помогают и с ремонта помогают на дороге и в магазин если что свозят и если вдруг где-то что-то застрял тоже позвонишь приедут ну короче такой непонятно вроде как бы рэкет там визитку когда покупаешь тысячи рублей потом проезд 500 или 300 что-то такое не знаю сейчас может инфляция там подражала так что не знаю как к этому относиться с одной стороны как бы да и груз если у тебя не дай бог украдут тоже все решают не раз случаи были но не у меня а у знакомых так как я сам питерский и многие кто сюда ездит вот так что имейте ввиду кто на грузовых автомобилях сюда пойдет запасайтесь нижней пятихаткой или косарем если где остановитесь на руснефть они подкатывают так будьте готовы я как правило ночью прохожу это все дело мимо хода ни где не торможу и в принципе никто не трогает давным-давно еще лет восемь назад девять у меня машина ходила так вот водитель рассказывал что-то там догнали тормознули ну и типа или плати или разобьем окна проголим шины потом их стряхнули тут ФСБшники совсем недавно там может несколько лет и вроде как бы они чуть-чуть подобоманились но все равно видимо мягкий способ по факту тебя задержание стали делать а они же прям на ходу тормозили или в рацию или так потому что такие дела имейте ввиду кто поедет на грузовике на легковой не едь а на грузовой будь готов делиться а вот съезд на Апатиты я ездил днем тут и блин днем я ездил я ездил вот недавно сюда периодически сюда езжу заказчик бывает просит стройку города ведет полное благоустройство то есть не стройка города благоустройство всякие заведения гостиницы и всякие такие моменты корнолыжные эти курорты вот так что такие дела но я глядуюсь темнота темнотища елки в полуле освететь походу я не думаю время 7 утра еще рано я так полагаю и в 10 будет темно ну вот и Мурманск встречает меня ясными огнями темными ночами как я говорил тут сейчас день только 1 час вот вот с 12 до часа я приехал сейчас пойду пробую заезжать потому что выпуска завтра сегодня у меня 30 число 9 утра а выпуска у меня завтра с утра первое число так что сейчас пойду записываться а так на сегодня этого хватит так что всем спасибо за просмотр спасибо кто подписался если не подписался еще подпишись оцениваем и до скорых встреч